доброго здоровья уважаемые посетители канала хотел я уже у нас 20 часов 7 минут хотел прилечь и так сказать погрузиться какие-то там свои вещи но нет вот пришли такие комментарии комментарии но начнем вот знаете как бы сказать один к другому один другом вот ольга пишет на видос удалим матку или оставляем о для меня это животрепещущая тема спасибо что поднимаете врачи говорят в моем случае только об удалении матки не указано сколько лет женщине а я не хочу в итоге осталась без медпомощи и лечусь сама поликлинику лишний раз идти не хочется начинает навязывать свое пугать портят бравый настроен на выздоровление прям как черные маги ладно оставим а вот а вот а вот а вот а вот я уже на эту тему с олегом борода говорил приводил какие-то свои доводы но у человека свое видение это хорошо это хорошо свое видение и я даже сейчас могу сказать если у него свое видение и он считает что там все грубо говоря что тут на канале ну как он говорит лохотрон ну тогда зачем тут быть вот зачем тут быть олег бороды ну зачем вот если вы считаете что там что-то там лучше ну пожалуйста мои доводы вас не убедили там приводите свои я с ними согласен да пожалуйста если считаете так лечитесь ну вот что написал олег борода 1970 раскрываю секреты которых нет на видос но это не на видос это вообще отвечать и так ох петрович с огромнейшим к вам уважением но давайте на чистоту давайте будем не дудеть в уши лохом то есть выходит я вот тут трачу свое время для того чтобы знаете вот за счет за счет вот этого дудения если так сказать сделать какое-то самоутверждение еще что-то такое знаете поднять свой рейтинг и еще я очень извиняюсь за такой жаргон но тем не менее дудеть значит в уши лохом посетители считают за лохом а меня считают за какого-то баламута который дудит и говорит не пронической и космической энергии которых они знают как измерить ха 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 вот именно знаете как измерить а категориями измеряемые и соответственно понятными ну здесь я согласен там космической и пронической энергии я просто высказал свое мнение что я свои 70 лет чувствую себя намного мощнее нежели вот несколько лет там до этого все там можно так сказать так или сяк а вот дальше сделайте копеечный анализ ну хотя бы на липидный профи плюс узи сосудов шеи головы нахрен это мне вот надо ходить по узи так далее вот знаете ну что это я сделал этот вот анализ и что допустим пускай там у меня забито то есть все как это вернуть как это вернуть лишь бы пойти сделать этот анализ и что и сказали вот поехал мой знакомый в эту самую в москву провериться ему сказали что у тебя полипы ну и их не дальнейшие действия будем говорить что сейчас человек инвалид я об этом говорил говорил это наиважнейший параметр по которым видно состояние ваших сосудов вы знаете я чувствую себя хотел сказать нормально нет не нормально я чувствую себя очень хорошо жена у меня моложе меня на 6 лет вот ровно на 6 лет она ничем не занимается и вот чуть погода чуть-то чуть это у нее голова все вот такая вот она там никакая говорю позанимаешься со мной не хочет а я вот занимаюсь и вот это шеи головы сосуды какая погода что погода у меня очень и очень редко болит голова по которым видно состояние ваших сосудов плюс еще напряжение вот эти которые делаю когда отрывают тону если бы сосуды были хреновыми они должны бы уже полупать так и естественно говорит о правильности неправильность вашего образа жизни вот вот это вот значит узи-музи сделают и скажут ну а дальше что дальше 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 я уже рассказывал я ходил значит вы делали вот это вот мрт спины ну а чё дальше вот мы видим что сарай разрушен что будем делать будем колоть витамин b12 и наблюдать дальше а я сейчас недавно вот тут показывал 570 килограммов оторвал не каждый там стронхмен это может сделать я как раз там и показал что так же отрывает там 520 там килограмм не 570 оторвал также не знаю вот мы знаете как-то говорим на разных языках и и и никак не поймем вот сделайте узи и она скажет что у там узи или еще какие-то параметры что о отлично все хорошо а человек как был ватой так вот так он и есть вата никакая так этот параметр занимает первое место по смертности всего человечества ну занимает и возражать здесь не буду сердечно-сосудистые заболевания пожалуйста сейчас огромное количество исследований ставят нас перед этим фактом люди мрут в первую очередь от болезни сосудов и сердца ну и что что вот сейчас огромное количество исследований а знаете опять таки я уже приводил вот эти все будем говорить исследования так далее они говорят вот мы тут вкладываем деньги делаем то и сё пятое десятое а вот рак молодеет сердечно-сосудистые заболевания молодеют а почему а почему зачем мне эти вот эти самые исследования что там в первую очередь они мрут мне нужны такие исследования которые бы показали что а вот что надо делать или или мы там рекомендуем чтобы вы жили здоровой жизни и мне приходится в свою голову включать для того чтобы в семьдесят лет я жил под над полноценной жизнью по всем параметрам с выносливостью конечно тут не особо чтобы я куда-то там бежал там какой-то там крош мозг вот а все остальное все остальное ну такая реальность но никуда от этого не деться опять-таки вот факт там такой там говорят вот так вот вот так вот а как решить проблему никуда не деться а вот этого нету и каждый если у него ну будет в меру своей там образованности он решает эту проблему сам кому-то да наплевать сколько проживу столько и проживу ну это его право другой как-то там борется вот как эта женщина не хочет чтобы у нее матку удалили они говорят а мы только так знаем то есть о чем я говорил я говорил о двух подходах вот он один подход и вот и другой подход но если этот подход не знает только удалим матку и скажем что вы мрете от того что у вас там сосуды забиты это один подход а другой подход как эту матку оставить и как эти сосуды очистить если так говорит узи музи что там что там они смотрят вот липидный профиль что там они забились утолщились или еще что там ну ладно так значит от этого никуда не деться ну дальше не глисты не паразиты а вот если глисты а вот если паразиты вот тут я хочу немножечко так сказать о причинно-следственной связи а что они не могут повлиять на те же сосуды эти там глисты паразиты и так далее не зашлакованный кишечник и грязная печень это в кавычках а если зашлакованный кишечник если грязная печень более того знаете вот так вот вот сказано но я же голодал вот голодал я вам показываю голодал 40 суток я сам ставил клизмы ежедневно и на 38 и на 39 и на 40 выходила куча куча вот это вот жижи непонятные то ли это опухоль разрушалась то ли это еще какая-то грязь или еще откуда-то вот она я видел понимать я видел дальше вот что он пишет я прошел весь этот лохотрон а именно я видел видеозапись колоноскопии своего кишечника разрывалась кандидата медицинских наук института гастроэнтерологии в днепре эндоскопистом никакой зашлакованности кишечника нет и в помине знаете ну вот сергей этот самый чистил и голодал что с него выходило ну что с него выходило эдуард голодал все это там такое что с него выходило и вот вот нету никакой зашлакованности нету ничего там согласен у кого-то может и не быть а у кого-то именно вот это и является тем что просто-напросто она его убивает и портит ему сосуды потому что оттуда вся эта дрянь всасывается в крови пошла по крови как-то вот об одном говоришь а тебе вот 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 институт и так далее ну еще разок я вам хочу сказать вы знаете врубитесь действительно вот вот свой собственный ум человек мой хороший знакомый друг детства поехал в москву проверяться полипы там да все полипы и так далее и вот эти только так хоп ему полипы удалили вместе с одной третью там кишечника вот вам гастроэнтология вот вам там эти самые там звание знаний и и прочее 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 они не больше ничего не могли знать они только взяли и сделали человека инвалидом ну как вот женщину хотят сделать инвалидом матку удалить больше другого не знают но не если и если вы согласны с тем что у вас удалят матку удалять кишечник ну пожалуйста это ваше дело но есть же люди которые не хотят этого например вот вот я меня уже медицина поучила ланды удалила аппендицит удалила и и думаете что вот это все как бы сказать благо пошло можно было и ланды оставить потом я с гармолитом сражался можно было и аппендицит оставить потом у меня геморрой именно после этого возник и вот это говорю не это ни хрена ничего не берется свое вот вот я говорил с этим я говорил с тем и так далее ну и поступайте так если вы считаете еще разок что тут какие-то лохи и какой-то этот самый мерзотник который этих лохов разводит зачем вам тогда тут делать на канале я знаете вот хочу сказать вот следующее в виде вот эту мерзость современной медицины я не хочу никак с ней общаться если у вас такое мнение добегите с этого канала раз вы считаете что тут мерзость лохи и так далее вот никакой зашлакованности кишечника нет помине мои доводы мои собственные насчет этого сколько тут видео сколько мерзости у людей тут выходило не это это все что угодно я рад тому что у вас значит вот этого не было зато у других это вот так вот так зашлакованности кишечника нет помине это бред несусветный если это бред несусветный еще разок такой вопрос зачем вы сюда заходите погружаться вот этот в бред погружаться вот это вот мракобесие зачем у меня такой вопрос исключение люди пожилые с некоторыми болезнями кишечника да Сергей Матвиненко он что пожилой сколько ему там 37 лет а этот самый Эдуард ему там по-моему полтинник с лишним или где-то там так а я когда голодал эти 40 суток сколько там не было мне по-моему и полтинника там не было если в 2000 году это мне 40 там с лишним не было бред несусветный так у остальных никаких шлаков в кишечнике нету те люди которые делали очистительные клизмы проходили курс пусть там там шлаки там выходило что-то там не выходило там это они почувствовали облегчение или нет то есть зачем мы делаем чистку кишечника и чистку печени зачем мы это делаем чтобы обнаружить шлаки или чтобы получить улучшение то есть шлаки ради шлаков или чистка ради чистки это мы делаем для того чтобы получить улучшение и как правило эти люди пишут свои отзывы значит тогда они все лохи и их не надо слушать и на них не надо внимания обращать ну пожалуйста тогда идите значит вот так вот пускай вам пол кишечника вырежут матку вырежут там суставы там заменят и поскакали дальше как это самое хотите там у меня на тот момент в 48 лет кишечник был чистый и розово никаких шлаков там не было я за вас рад а вот что касается у меня когда я голодал и я видел что с меня выходило за эти 40 суток я это сам видел никакому гастроантрологу и прочим там этим да дальше пошли грязная печень это еще один лохотрон значит даже те эти самые научные данные которые я там приводил что там то и все как там образуются камни как там грубо говоря это там печень что то там происходит это тоже не берется в расчет вот это этого не может быть вот эти все камушки которые люди видят значит уже я говорил что они проводили опыты брали этот самый стакан значит наливали оливковое масло туда лимонного сока и там что-то образовывалось какая-то там муть какие-то камни я говорю вот это вот оно позвольте мы делаем одну чистку может быть камни не быть мы делаем другую чистку может быть камни мы делаем вторую третью пятую десятую чистку и видим камни и тогда на них не выходит этих билирубиновых сгустков этих а самое главное человек чувствует лучше ваши отзывы от тех лохов которые пишут что после чистки печени им стало хорошо значит вот оказывается это лохотрон люди на себе убедились и нет это вот не то это не так это все далее далее сдайте анализ на функцию печени билирубинта опять говорю зачем мне это делать для того чтобы ходить по больницам и сдавать анализы и мне говорили что там то и все пятое десятое а как это вернуть а вот то то а вот сёто а вот пятое а вот десятое потом после чистки повторите дело не в анализах а дело в вашем ощущении здоровья оно прибавилось или не прибавилось ушли те заболевания которые там у вас были или не ушли вот по анализам по анализам одни говорят нормально у других не нормально зачем то есть зачем еще разок мы занимаемся вот своим собственным оздоровлением для того чтобы стать здоровым если же вы хотите просто какие то эти самые анализы сдавать и по ним вам говорят вот улучшение или там ухудшение это уже ваше там дело я лично ориентируюсь знаете вот до этого билирубина там и прочего 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 та же медицина которая с народной эволюционировала вот эту официальную она совсем по другим параметрам определяла здоровье человека здоровье печени здоровье кишечника ну вообще здоровье я лично ориентируюсь вот этими без что то там пробы заборы или еще что то там делают и потом вам там говорят я лично так поступаю ну если вы хотите проверяйте ваше дело то есть если вы себе не хотите доверять и для вас анализы значит больше чем собственное здоровье по которым вы ориентируетесь ну поступайте так боюсь будет шок это лохотрон и теперь вот можно так сказать вот я закончил раз это лохотрон то олег борода зачем вам здесь находиться среди лохов среди этого самого дудите дудила среди этого дудила и лохов зачем я вот вас всех настраиваю на то чтобы вы окружали себя такими людьми такими мыслями такими понятиями которые бы вас сделали здоровее и облагораживали и не хочу иметь ничего общего с вот этим вот направлением которое еще разок повторю которое только констатируют вот мы что-то изобрели может что-то сделали вот мы что-то там вас вылечим а вот что-то почему-то статистика показывает все заболевания растут и молодеют поэтому Олег Борода вот я свои мысли изложил свои доводы изложил а мне там свое там что-то говорят и знаете вот действительно хотят сделать лохом что-то не видел своего кишечника не видел что там с печени выходило и вообще ты не чувствовал вот эту проническую энергию которую у меня огромное количество сейчас ты ее не чувствуешь ты ее не знаешь ты ее не понимаешь и вообще что-то тут с огромным к вам уважением да нету никакого уважения нету никакого уважения вот таких вот словах то есть здесь не надо уважать здесь есть такое понятие как невежество человек не знающий естественного оздоровления пытается с медицинских позиций о нем судить не имея опыта не видя что выходило я уже так говорю он вот говорит что это все лохотрон то есть неприемлемы те знания тот опыт вот это как раз является невежеством и это невежество на официальном медицинском уровне оно очень агрессивное не зря я вот это вот первое знаете как это самое поликлинику лишний раз идти не хочется начинают навязывать свое пугать портят браво и достойное выздоровление прям как черные маги видите что получается поэтому Олег Борода я вас заблокирую сам лох сам дудила и люди которые тут на канале они какие то это само умственно лишенные вот надо вот это вот так вот сделать да делали они понимаешь делали они не просто что это а вот пошла бы эта женщина вот что тут и ей бы сказали да мы вам матку вылечим мы вас вылечим они говорят а нет а мы не вылечим мы ее удалим и так далее я говорю вот это вот знакомому кишечник вылезали так я же вижу как он живет емае много много слов много вот всякого рода возражений мои доводы доводы других людей просто-напросто не принимается не игнорируется не игнорируется ну если у вас вот это вот ну я рад за вас а у других и вот одно дело допустим мой опыт я иду своим опытом но в книгах я постарался вам изложить опыт других людей опыт там и специалистов и научных и ненаучных и околонаучных вплоть до того что существует индивидуальная конституция разобрался рассказал то есть все пятое десятое чтобы каждый каждый при желании мог это все применить к себе но если нет желания а вот есть только желание пособачиться вот это вот это сделать УЗИ и так далее вот смотрите на меня вот вот смотрите на меня сколько проживу столько проживу вот я тут занимаюсь я не цепляюсь за жизнь так чтобы знаете уцепиться и сказать да вы знаете я этой методикой еще там проживу лет тридцать пять а может быть и сорок пять да сколько проживу столько я проживу я очень доволен тем что я прожил и какой опыт получил ну на этом будем заканчивать так кстати пишите свое мнение вот по поводу всего вот этого это будет очень хорошо я благодарю вас за то что откликаетесь проявляете свою благотворительность на поддержание канала лава о